Ребята, всем привет! Вы смотрите канал Видеолепка, меня зовут Роман и сегодня по вашим многочисленным просьбам я буду лепить хищника из одноименного фильма. В следующем видео мы будем лепить сову из Кейс Аниматроникс 2, так что если не хотите пропустить это видео, то обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Для лепки фигурки хищника я смешаю светлый скульптурный пластилин с остатками бежевого, а также добавлю желтого и немного коричневого цвета. Из мягкой алюминиевой проволоки сделаю каркас для фигурки. В 1987 году на экраны вышел фантастический боевик «Хищник» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Он имел большой успех у зрителей и критиков и стал культовой картиной. Вымышленная раса хищники была специально придумана для съемок этого фантастического боевика. Инопланетные охотники, так их еще называют, стали главными антагонистами фильма. Над внешним видом хищников работал мастер визуальных эффектов Стэнли Уинстон. Сначала был придуман пришелец гуманоид с головой, как у собаки, и длинной шеей, но затем от этой идеи отказались. Решено было остановиться на том, что вымышленная раса хищники – это гуманоиды, оснащенные мандибулами и носящие специальную маску, необходимую для обнаружения добычи. Они – представители технической развитой цивилизации, стоящей на порядок выше человечества. Идею мандибул, как у насекомых, предложил режиссер Джеймс Кэмерон. Он оказался прав. Устрашающего вида щелюсти стали одной из самых запоминающихся и пугающих деталей внешности космических охотников. Космические охотники – крупные гуманоиды. Рост их достигает 2,5 метров. Кожа бледно-желтая. Встречаются подвиды с темно-зеленым кожным покровом. Лица насекомоподобные. Челюсти хищника оснащены двумя парами жвал. За ними скрывается ротовое отверстие. Волосяной покров довольно своеобразный. Это короткая, жесткая, черная щетина темного цвета. Есть она на передней части туловища. На голове волосы заплетены в некое подобие дредов. Кровь хищника имеет зеленый цвет. Физически они намного сильнее и быстрее людей, что делает их одним из самых опасных противников. Судя по местам охоты, эта раса живет в условиях тропического климата. Ей необходима высокая влажность и температура. Если брать в расчет новелизации картин про хищников, то атмосфера Земли для них в слабой степени ядовита. О языке и письменности информации нет. Известно, что они могут хорошо имитировать чужую речь и способны понять отдельные слова. Хищники – это высокотехнологическая раса, насчитывающая много сотен веков. За все время своего существования хищники создали огромное количество самого разнообразного оружия. В их арсенале энергетическое и атомное оружие, камуфляж, делающий их охотников практически невидимыми, и маски, помогающие добывать добычу. Активно используют охотники и холодное оружие, которое отличается большим разнообразием. Наручные лезвия, копья, метательные диски. Хищники давно освоили межпланетные полеты. Судя по комиксам, они большую часть времени путешествуют, посещая другие звездные системы. В какой-то мере они являются коллекционерами. Во время охоты хищники собирают трофеи. Это черепа поверженных врагов. Телосложение и рост хищников делают их сильнее и выносливее других существ, населяющих Вселенную. Они не нуждаются в заключении каких-либо мирных соглашений. Во всяком случае, из фильмов про них следует, что они посещали Землю еще в Средневековье. В качестве трофеев в картинах про них были показаны старинный мушкет и меч самурая. Поскольку за века они так и не дали знать человечеству о себе, это позволяет предположить, что вымышленная раса хищники не заинтересована в каких-либо контактах с людьми. Несмотря на то, что они являются безжалостными охотниками, рассматривающими любое живое существо, прежде всего как потенциальную добычу, придерживаются кодекса чести. Они не трогают беременных, детей и больных. В других они ценят мужество и волю к победе. Если им встречается достойный соперник, способный победить одного из них, хищники признают его силу и могут отпустить. В фильме «Хищник 2» главный герой за победу над одним из космических охотников был награжден его сородичами пистолетом 16 века. Поражение – страшный позор для хищника. Если это случается, для восстановления своей чести они выбирают самоубийство посредством микроядерного взрыва. Успех первой картины о космических охотниках привел в 1989 году к появлению комиксов, где они стали главными героями. Возникли и интересные кроссоверы, такие как «Чужие против хищников». В 1987 году вышла первая компьютерная игра для большинства существовавших тогда платформ «Предатор». Всего по вселенной «Хищника» вышло 4 игры. Вымышленная раса хищники получила большую известность. Космические охотники, наряду с чужими, стали одними из самых интересных кинематографических существ. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Виктор Лисеев Егор Денисович Андрей Попов Артем Зензин Павловский Петр Кирилл Грабунов Назар Волосенков Клара Бардина Денис Горлов Катя Ботвин Даня Высотин Виктория Трушина Дмитрий Ворошилов Чанкалаев Чанкалай и Данил Мишуков Ребята, также передаю вам огромный привет На этом мы с вами прощаемся Желаем всем отличного настроения До скорой встречи! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok